Здравствуйте, дети, здоровы. Доброе утро. Проходи, проходи. Доброе утро. До начала занятий полчаса. В фойе школы номер 19 на страже здоровья образовательного учреждения директор и медработник. Мимо медсестры с тепловизором в руках не пройдет ни один ребенок. Важно не пропустить ни одного школьника с температурой. Сегодня обнаружили заболевших? Нет. А вчера? Вчера тоже. Позавчера тоже не обнаружили. Все хорошо, под контролем. Меня можете проверить? Тепловизор показывает с небольшой погрешностью, но специалист без труда сможет определить, что ребенок болен. Если мы видим, что ребенок плохо себя чувствует, у него недомогание, то мы, соответственно, его изолируем в отведенное специальное помещение, где ожидают закрепленный дежурный администратор с сегодняшнего дня, дежурный учитель, естественно, медицинский работник до прихода родителей и передача ребенка уже родителям для обращения в медицинское учреждение. Так называемый утренний фильтр в школах и садах региона – приказ Министерства образования Московской области. Задача не допустить массового распространения гриппа и острых вирусных инфекций. В целях профилактики отменяются все занятия в бассейнах, массовые концерты. Поэтому праздник 8 марта каждый класс будет проводить у себя в кабинете. Это системная работа. То есть, что это какая-то необычная работа для образовательных учреждений, так сказать нельзя. Это наша работа в эпидемсезон всегда, каждый год. Две недели назад Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 31 российском регионе. Отмечалось, что этот показатель также превышен в 11 центральных городах страны. Это единственная причина введения усиленного контроля за здоровьем детей, говорят врачи. Утренний фильтр в школах – мера ежегодная. Впрочем, в Химках эпидемпорог не превышен. На сегодняшний день сократилось количество вызовов на дом, сократилось количество, ну, во всяком случае, не увеличивается количество детей, обратившихся с острыми заболеваниями в детские поликлиники. И так ситуация на сегодняшний день не вызывает большой тревоги с точки зрения эпидемиологического благополучия. А вот единичные случаи коронавируса в России и массовые в Китае и Европе не являются причиной усиленного контроля за здоровьем в школах, отмечают специалисты. Официально в России на сегодняшний день зафиксировали три случая заболевания китайским вирусом. Впрочем, двое человек уже выздоровели и один пациент проходит лечение. Пока же коронавирус приносит вред лишь тем больным, кто желает приобрести маски, чтобы не заразить окружающих. По словам провизоров, люди скупают их оптом. Маски есть, продаются? Ну, пока нет. А в смысле должны быть? Ну, ждем поступлений. А когда последний раз были? Я не могу сказать точно. Ну, примерно. Ну, может, неделю назад. И все же маски не панацея от заболеваний. Самый эффективный способ, он же и самый простой, говорят врачи, нужно регулярно мыть руки, дважды в день проветривать помещение и укреплять иммунитет витаминами. Александр Сергеев, Сергей Сыченко, Новости Химки ТВ.